Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Кабеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Опыт проведения Олимпийских игр 2014 используют на Универсиаде 2019. Делегаты из Красноярска прошли обучение в Сочи. На курорте продолжаются рейды по выявлению незаконных автомоек. Одну такую обнаружили на улице Пирогова. Лето прошло и снова готовимся к лету. В Сочи началась очистка фильтрационных озер. Работы проводят вручную. Ангелы мира собрались сегодня в Сочи. На курорте открылась уникальная выставка картин международного арт-проекта. О будущем российского казачества сегодня говорят в Краснодаре. Здесь проходит заседание Совета при президенте страны по делам казачества. На него приехали атаманы 11 реестровых войск. Возглавляет Совет полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Александр Беглов. То, что казаки не должны быть обузой для бюджета, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Для этого необходимо создавать такие условия, чтобы они могли развивать собственную экономику. В регионе, например, казачьим обществам выдают землю. В их пользовании уже 14 тысяч гектаров полей. Очень многое зависит от самого казачества и от каждого казака, кубанского казачьего войска. Потому что они должны быть не только казаками на службе, они должны быть казаками повседневной жизни. Вот это очень важно, чтобы люди ощущали, что днем ночи всегда можно постучаться в его хату, и они найдут поддержку и помощь. И поведение, образ жизни такой, что можно брать пример. И тогда сами люди подумают казака, и казачество на очень высокий уровень. То, что мы сегодня создаем условия, чтобы казачество развивалось, конечно, само казачество должно от меня плашать. Казачьи культуры и традиции, по мнению собравшихся, могут стать основой для патриотического воспитания молодежи. Только в Краснодарском крае в казачьих классах обучаются 85 тысяч детей. Также открыты семь казачьих кадетских корпусов. В пресс-центре российской газеты накануне прошла встреча с журналистами главного санитарного врача Российской Федерации, руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Поповой. Речь в частности шла о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе Сочинского побережья. И вот что сказала Анна Попова по этому поводу. Вакцины в субъекты Российской Федерации были доставлены к 1 сентября. И сегодня план по иммунизации выполнен почти на 60%. Но этого недостаточно, отмечает Анна Попова. Цифру привитых от гриппа необходимо довести до 100% и закончить мероприятие по вакцинации в период с 15 октября по 1 ноября, чтобы к подъему уровня заболевания у населения был хороший иммунитет, уточнила главный государственный санитарный врач России. Обсудили на пресс-конференции и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Сочи. Отработали с руководством и Краснодарского края, и города Сочи, и с руководством субъектов в Крымском федеральном округе. Все мероприятия, эти мероприятия, безусловно, дали эффект. В этом году чище вода в море, хотя мы в два раза увеличили плотность отбора проб воды в море, в реках, которые истекают в море. И заболеваемость не превышает среднемноголетний уровень. Я абсолютно ответственно заявляю, что отдых в Сочи в этом сезоне и отдых в Крыму в этом сезоне был безопасен для здоровья. И остается таковым сегодня. Опыт проведения Олимпийских игр в Сочи используют на зимней Универсиаде-2019. Сотрудники Оргкомитета студенческих игр из Красноярска прошли обучение по одной из образовательных программ Российского международного Олимпийского университета. Сегодня члены дирекции Универсиады-2019 получили долгожданные дипломы и официально стали управленцами крупных спортивных мероприятий. Образовательные модули включали в себя лекции и семинары по стратегическому планированию, маркетингу, управлению спортивными объектами. Особое внимание было уделено практикумам, организованным на спортивных объектах Красноярска и Сочи. В качестве преподавателей РМО пригласил и руководителя основных направлений Оргкомитета Сочи-2014, предложив практические мастер-классы в Ледовом дворце Айсберг и лыжно-биатлоническом комплексе Лаура. Персонал зимней Универсиады-2019 в составе 27 человек опыта и знаний набирался в Сочи в течение полугода. В части, касающейся моего направления деятельности, мы получили очень большой объем информации и по взаимодействию с государственными органами, и по организации спортивных мероприятий, и по спортивному менеджменту. Очень много полезной информации мы получили. Я надеюсь, что все, что мы здесь узнали, все, что мы закрепили в своем сознании, поможет нам провести достойное мероприятие, и мы не ударим грязь лицом. Образовательная программа, организованная Олимпийским университетом для дирекции студенческих игр в Красноярске, станет большим подспорьем в подготовке этого спортивного события, отметил руководитель Международной федерации студенческого спорта. Олег Матыцын также принял участие в торжественном вручении дипломов членам дирекции Универсиады-2019. Вопросы аккредитации, логистики, безопасности, все это, безусловно, представителями Красноярска должно быть внимательно изучено. И при безусловном различии стандартов Международного Олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта, но эти различия не носят большого принципиального характера, я уверен, что знания, полученные ребятами здесь, в Российском Международном Олимпийском университете, они очень положительно скажутся на процесс подготовки универсиады в Красноярске. Олимпийский университет – главный хранитель олимпийского наследия, и оно все время в действии подчеркивает ректор РМОУ Лев Белоусов. Методика, основанная на олимпийском опыте Сочи, будет востребована и дальше при организации новых универсиад и олимпийских игр. Сегодняшним же выпускникам остается трансформировать и адаптировать полученные знания к условиям Красноярска. 1130 спасибо! В Сочи наградили волонтеров Кубка Конфедерации, которые помогали провести футбольные события на высочайшем организационном уровне. Городских волонтеров благодарят всю эту неделю. Кубок Конфедерации по футболу FIFA 2017 прошел в Сочи достойно и не без помощи добровольцев. Их было 1130. Это студенты сочинских вузов и колледжей, ученики школ, а все вместе – члены муниципального центра развития волонтерства. Во время турнира они объясняли гостям, как проехать или пройти к интересующему объекту, рассказывали о маршрутах и достопримечательностях курорта в информационных палатках, направляли зрителей к стадиону Фишт, а еще помогали журналистам в пресс-центре для неаккредитованной прессы. На заключительном мероприятии присутствовал глава Сочи, который от всей души поблагодарил сочинскую молодежь за активность и трудолюбие, вручил именную грамоту и возможность бесплатно посетить кинотеатр. Да и вообще волонтерское движение в России зародилось в Сочи, потому что в 2010 году именно в Сочи, впервые в России, был открыт центр подготовки волонтеров. Нет ни одного событийного мероприятия, у них у нас год больше 200 проходит, где бы наши волонтеры не принимали участие. И, конечно, их добровольческий труд, он очень сильно помогает. Ну а наши улыбки, улыбки наших волонтеров, они известны далеко за пределами нашего города, нашей страны. Это время определенно потрачено не впустую, это бесценный опыт, это душевное удовлетворение, и именно поэтому я обязательно буду волонтером на чемпионате мира в 2018 году. Были подведены итоги необычного конкурса среди городских волонтеров Кубка Конфедерации на лучший видеоролик. Победила гимназия номер 16. Призом стал ноутбук, на котором ребята планируют монтировать следующий ролик, посвященный работе уже на чемпионате мира по футболу. Набор добровольцев открыт и продлится до 31 декабря. Заявки принимаются в городском центре развития волонтерства, школах и учебных заведениях. Всего на чемпионат мира в Сочи предстоит отобрать и обучить 1580 человек. Молодёры, это жутко! В Сочи продолжаются рейды по выявлению незаконных автомоек в городе. Занимало случаев, когда, организовав такой бизнес, владельцы даже не имеют договоров на водоснабжение. Такую мойку обнаружили на улице Пирогова. Во дворе частного дома, который больше похож на офисное здание, расположились отсеки для мойки машин. Да и водителей подъезжающего транспорта интересовало, почему закрыта мойка. Владельца дома и арендатора территории, который организовал здесь бизнес, на месте не оказалось. Поэтому на все вопросы сотрудников полиции отвечал представитель охранного предприятия. А специалисты водоканала обнаружили незаконную врезку водопровод санатория Заполярье и отсутствие локальных очистных сооружений. Это серьёзное нарушение норм экологической безопасности. Сразу же был произведён демонтаж водопровода, вентиль закрыт и опломбирован. В случае допущения нарушений, то есть работы автомойки без соответствующих, заключения соответствующих договоров с ресурсоснабжающими организациями, без соблюдения этих условий, безусловно, они несут, во-первых, административную ответственность. То есть в части нарушения экологии, то есть это статья 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, ну, естественно, гражданскую ответственность. То есть если вода берётся незаконно, за неё не оплатится, за это всегда придётся отвечать. Специальные мониторинговые группы проверили все 188 автомойок в Сочи. В подавляющем большинстве выявлены нарушения. Где-то грубые, вот как на Пирогова, где-то неправильно составлены документы. Администрация города провела встречу с предпринимателями во всех районах курорта и предложила помощь в правильном оформлении разрешений. Но и бизнесменам надо выполнять все требования закона, в том числе и по соблюдению санитарно-защитной зоны. Она в этом случае должна быть не менее 50 метров. Бархатный сезон в Сочи ещё не завершился, а коммунальщики уже готовятся к следующему летнему. Сегодня начали работу на водозаборе, который питает водой центральный район и часть Хостинского. Объекты водоканала по нормативам тоже должны готовить к пиковому сезону нагрузок. То есть в случае города Сочи – к лету. И начали это делать уже сейчас. На некоторых водозаборах есть так называемые фильтрационные озёра. Их используют для дополнительной подпитки подземных резервуаров, с которых и качают воду. Дело в том, что эти естественные ёмкости во время курортного сезона из-за большого расхода воды просто не успевают наполняться естественным путём. В центральном районе для фильтрационных озёр воду берут из реки Сочи. С водой поступает и ил. Он оседает на дне и образует так называемую пробку, которая не даёт воде проходить сквозь грунт в подземные резервуары. Именно такая ситуация сложилась в начале сентября, когда возникла проблема с водоснабжением почти половины города. В муниципальном предприятии «Водоканал» рассказали, что фильтрационные озёра находились в неудовлетворительном состоянии. Напомню, что до 1 сентября их обслуживанием занималась частная компания «Сочи-Водоканал». Так вот, половина из них на тот момент была осушена, и их минимум два года не чистили, считают в МУПе. А по регламенту иловые отложения необходимо убирать раз в год. Этим сейчас и занимаются сотрудники муниципального водоканала. Озёра можно чистить только вручную, очень аккуратно. Такая технология. Почему не используется механизированный способ? Потому что инфляционные озёра, которые есть у нас на территории водозабора, выполнены так, что у них песчаный фильтр. А любой механический транспорт или механизмы, они нарушат этот фильтрационный элемент. На расчистку одного озера уходит несколько дней. На водозаборе центральный – 22 подобных водоёма. Работы по подготовке к будущему летнему сезону здесь планируют закончить в течение двух месяцев. В центральном районе Сочи изъята незаконно реализуемая табачная продукция. Сигареты продавали рядом со школой. Сотрудниками полиции была организована проверка. В результате установлено, что в павильоне, расположенном на расстоянии менее 100 метров от школы, ведётся торговля сигаретами. В магазине обнаружено и изъято более 120 пачек табачной продукции. В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушения, составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают штраф с конфискацией незаконного товара. Организаций, ведущих незаконное трудоустройство в Сочи, стало заметно меньше. По итогам мониторинга, проведённого в период с 25 сентября по 5 октября, во всех районах города обнаружено порядка 20 нарушителей. Сегодня в мэрии состояло заседание межведомственной комиссии, на которое традиционно пришли недобросовестные руководители предприятий. Штрафы, постоянные предупреждения и проверки госинспекции по труду дают хорошие результаты. Количество выявленных нарушений в сфере неформальной занятости в этом году существенно сократилось. Но задача межведомственной комиссии – довести этот показатель до нуля. Пока же в Сочи из почти 340 тысяч работающих людей 70 тысяч до сих пор не оформлены. Это совершенно точно приводит к социальной нестабильности. Люди, которые сейчас подвергают себя риску и позволяют в отношении себя не оформлять трудовой договор, остаются в зоне риска и при выходе на пенсию прежде всего, потому что нет страховых отчислений в период их работы. И, соответственно, налоги не поступают в муниципальную казну, потому что это основной налог НДФЛ, который работодатель по закону должен оплачивать за каждого своего сотрудника. Причем сумма налога в разы меньше, чем штрафные санкции. Напомню, что для должностных лиц они достигают 20 тысяч рублей, а для юридических – до 100 тысяч за одного неоформленного работника. За последний период мониторинга во всех районах курорта было выявлено 20 нарушений. В основном это индивидуальные предприниматели в сфере торговли, владельцы салонов красоты и мини-гостиниц. Материалы по ним переданы в Краевую инспекцию охраны труда для проведения проверки. До начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов осталась неделя. Столь масштабное событие предполагает не только четкую организацию запланированных мероприятий, но и, конечно же, чистоту гостевой зоны, где будет находиться основной поток гостей фестиваля. На эту тему глава Сочи провел совещание с представителями дорожного управления. Не ударить в грязь лицом на столь масштабном мероприятии – одна из важнейших задач, подчеркнул глава города. Участие в фестивале молодежи и студентов подтвердили около 180 стран. И первое, что должны отметить гости – это чистота в городе. Накануне Анатолий Пахомов проехал по улицам Сочи и многим остался недоволен. Особое внимание глава обратил на ремонтные работы на федеральной трассе и рядом с опорными стенами в районе Кудепсты. Понятно, что подпорные стенки не успевают. И это было всем очевидно. Но разделительная полоса, колеса отбойники, их же надо было каким-то образом почистить, наверное, гостям хотя бы. Гостей там встречают все равно, не рассказывают. Вы знаете, мы не успели к вашему приезду. По мнению главы, пробка из-за ремонта во время фестиваля просто недопустима. Достаточно того, что ремонт дорог портит картину и сказывается на дорожной обстановке. Тем более, ранее были определены конкретные сроки его завершения, которые срывать нежелательно. На участке от МТЦ «Спутника» до Кудепсты, до проведения фестиваля молодежи, будет снято ограждение и движение будет запущено в штатном режиме. Также глава Сочи порекомендовал дорожникам внимательнее относиться к объектам вдоль федеральной дороги, собственно, за которую они и отвечают. Навести порядок на остановках, установить новые урны и привести в порядок подземные переходы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ангелы мира собрались сегодня в Сочи. На курорте открылась уникальная выставка картин международного арт-проекта. 105 полотен с изображениями ангелов-хранителей можно увидеть в трех залах Сочинского художественного музея. У каждой работы своя история. Авторы со всего мира перенесли на полотна вдохновение, чувство любви и благодарности. Специально к открытию выставки сочинская художница Гуар Казарян написала картину «Я рядом». Момент спасения 15-летней девочки дядей уникам, как называли его ребята из Армении, отпечатался в памяти Гуар навсегда и был перенесен на полотно спустя 30 лет. Эта картина написана по воспоминаниям о землетрясении 1988 года в Армении. Это мужчина реальный. Он вместе со всеми мужчинами в первые часы до приезда спасателей и врачей, в самые первые часы, вытаскивали людей, выживших из-под завалов. Каждая работа не только имеет историю, но и носит судьбоносный характер. Молодая художница Юлия Иванова была серьезно больна, начала изображать ангелов благодарность за каждый прожитый день. В итоге она поправилась и до сих пор продолжает рисовать небесных хранителей для себя и других людей. Проект родился 3,5 года назад в Сибири. За это время прошло 88 выставок и презентаций. К нему подключились около 200 художников со всего мира. Всего в проекте будет 365 работ. Каждая работа привязана к дню календаря, поэтому это получится своеобразный календарь ангелов. Но в то же время уникальный арт-объект, который состоит из 365 работ, где каждый художник, как вдохновленный миром творец, принимает участие в создании этого единого полотна, которое потом будет создано. Пока этот календарь состоит из 185 работ. Еще одна появилась сегодня. Ангела Сочи в зале художественного музея написал мастер Игорь Венский. Выставка «Ангелы мира» будет работать по 12 ноября включительно. Параллельно часть экспозиции будет размещена в арт-галерее «Форт». Открытие экспозиции там состоится завтра. После Сочи проект отправится в Москву. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинка Анастасия Горбань стала чемпионкой мира по дзюдо. У ее тренера Ольги Авдеевой бронза турнира. Чемпионат мира по дзюдо среди мастеров прошел в Италии. Конкурентами Сочинка стали почти полторы тысячи борцов из 30 стран. Анастасия Горбань завоевала золото чемпионата. Тренер спортсменки Ольга Авдеева также не оплошала. Взяла бронзу. Авдеевой и Горбань пришлось сойтись в нелегких схватках с сильнейшими представителями не только Европы, но и США и Бразилии. С первых минут схваток наши спортсменки показывали уверенное преимущество на татами. От бросковых и болевых приемов Анастасии Горбань терпели поражение ранее не знавшие проигрыш от дзюдоистки Европы и Америки. Анастасия – воспитанница сочинских тренеров Владимира Елединова и Ольги Авдеевой. Спасибо большое Владимиру Борисовичу, Ольге Васильевне за подготовку такой меня. Я достойно представила сочинская «Динамо», город Сочи на чемпионате мира по дзюдо. Что касается Ольги Авдеевой, здесь также не обошлось без сюрпризов. На одной из схваток дзюдоистка из Франции, по сути, просто убежала от россиянки, за что была дисквалифицирована. В Сочи спортсменок встречали тренер Владимир Елединов, начальник УВД по городу Сочи, председатель сочинского «Динамо» Сергей Огурцов и глава Сочи Анатолий Пахомов. Для российских шпажистов стартовал новый сезон. На базе Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» проходит турнир по фехтованию. Участники – ведущие российские шпажисты, чемпионы Европы, призеры чемпионата мира. Сегодня в графике соревнований – женская шпага. В новом сезоне это первый турнир, который входит в систему отбора на чемпионат мира и Европы. На дорожках сегодня женщины. Собралось порядка 60 участниц. Приехали лучшие шпажистки страны. Есть представительницы ЮАР Венесуэлы Грузии. Задача спортсменок – попасть в число сильнейших, пройти отбор на Европу и мир. Хорошее выступление. Ну, конечно, не радует то, что на чемпионат мира неудачно выступили. Но немножко не хватило, можно сказать, удачи. А так, в целом, девочки хорошо выступают. Показывают достойный результат. На пельминстве Европы действительно выступили. Завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы. Так что есть над чем работать и будем работать. Выиграв золото чемпионата мира этого года в Лейпциге, Татьяна Гудкова стала шестикратной чемпионкой мира. Четырежды она побеждала на юниорских первенствах и один раз в составе команды на чемпионате мира 2014 года в Казани. Этот турнир также рейтинговый и влияет на отбор спортсменов. В России очень достаточно сильная конкуренция. Так что на российском турнире не так это легко фехтовать, не знаю, по сравнению с международными. Это, наверное, и подготовка, и соревнования, и опыт. Каждое соревнование – это опыт, а для фехтовальщика очень важно. Нынешний турнир для мастеров стального клинка имеет значение, поскольку идет квалификационный отбор на предстоящие состязания по фехтованию на шпагах. Завтра на дорожке выйдут мужчины. За ходом соревнований можно понаблюдать в зале Федерального центра единоборств «Югспорт». Вход свободный. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Кабешиев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.